вы живете тем что обкрадываете других это плохо кончится лучше попросите помощи это у кого же кому мы нужны и петрусь говорит что мы будем охотиться одеваться в звериные шкуры построим шалаш из листьев и никогда не вырастим последнее больше всего похоже на правду привет мои дорогие привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга и сегодня мы с вами продолжаем играть ведьмака дикая охота и мы с вами в прошлой серии совершили ряд странных поступков а именно мы знали крестьян мы потратили 5000 монет непонятно на что вложили их можно сказать будущее поэтому давайте искать новые заказы для нашего геральта и как видите заказов тут нету одолжу блок продам телегу в продавая тот я помню там кто-то менял дырявый котелок на хорошую телегу это наверно туда приготовление враг не дремлет ищу жену для метки други мои дорогие мои ищу бой бабу моему сыну метки в жены ему нужна женская рука а то он сидит себе головою в облаках по сторонам смотрит и стишки пишет хорошо бы с приданным а то и без него сойдет люцина что сидит стихи пишет а кто-то сидит и играет того же самого ведьмака так друзья но что мы делаем давайте возьмем какое-нибудь задание а именно я помню тут какой-то рядом был по-моему медоносный призрак насколько я помню что-то в этом роде что что было на принципе по уровню вот она вот она вот она вот она и вроде бы как это было от нас не так далеко да вот заказ медоносный призрак вот туда-то мы с вами и направимся этим ранним ранним дождливым утром плотва плотва так плотва у нас новом седле мы получили прошлой серии новое седло так нам было велено не топтаться по посевам но естественно эти правила не для нас именно по посевам мы поскачем коровки постаральная сцена плотва давай у тебя есть теперь седло такое что прям все позавидуют дух картошечки по подсолнухом ах ёлки с палками надо обходить ладно какое тут у нас богато это имениться пасека майерсдорфов ничего себе пасек аппатика аппатика пасека ты прям действительно целое шато вот это шатло а то на прошлой серии с вами потолк попадал от шатов покрытая соломой так внутри да низушки бухают этого и есть пасечники или это у вас дегустация меда так ладно не вмешиваемся кстати они босиком ходят и у них на ногах персни обалдеть мрачный ты как подвал с репой как подвал с репой да это действительно очень мрачно так подождите низушки а ты чё такое а чё у тебя есть и тоже бежал из тимени скверно выглядишь правильно правильно нечего курить так и останешься таким маленьким так но я понимаю что нам соседнюю комнату для просто любопытно здрасте чё у вас есть ну ладно мне цветочки то можно болван еще смотри толкается слушайте я чувствую себя гуливером так а что вас тут ну-ка подождите прежде чем разговаривать а тут выход на улицу вареники и цветочки печеная картошка слушайте друзья давайте осмотрим весь это дом он не страшно любопытен я понимаю что может быть это можно сделать и потом а вдруг нельзя давайте я сейчас похожу и посмотрю пока мне разрешает это делать спаленка как у них тут все хорошо кладненько так прям богато не скажешь но очень так со вкусом чистенько сейчас станет еще чище после того как мы тут уберем ненужные вещи медовые соты но правда это же геральт смотри какая койка но она маленькая геральт у тебя поместите только но если только по диагонали так ладно тему ваша мобилировочка тут разоценим заценим бутылка воды хлебушек на понятно в основном продукты но очень интересно славный домик славно редко редко здесь в этой игре даже в том же новиграде попадались такие славные домики так ну вот значит нам сюда так а зашла и отсюда да и там мы тоже все пошли так ну что ж давайте разговаривать хватит уже дурака валясь к вашим услугам а это мои сыновья все очень приятно геральт из ривии я знаю кто ты я тебя по волосам узнал сказать по правде я ждал кого-то вроде тебя наверное дело в медоносном призраке я видел объявление все верно он мою пасеку опустошай так давай как говорить о награде что касается платы о ее 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 друзья ну раз такая плата геральт бедный давайте вот попробуем так нам теперь с пасеки никаких доходов нет с тех пор как призрак появился может скинешь цену немного понятно торгуемся ладно ну вот так ну ладно слушай нам теперь с пасеки никаких доходов нет с тех пор как призрак появился может скинешь цену немного даже совсем немножко увеличила вот так ну пусть так если ты нас от призрака не избавишь мы по-любому разоримся будем считать это инвестиции вот это по рукам по рукам так мурат теперь рассказывай что за призрак ты же понимаешь что ничего подобного никакого медоносного призрака не существует это должно быть какое-то чудовище может быть дух работники твои видели что-нибудь я видел я как раз чистил пулей и один батрах вдруг закричал орал так будто его покусала целая туча пчел я побежал к нему но он был уже мертв то него были следы от укусов скорее от обморожений о губы и не в волосах а вокруг полно мертвых пчел так ладно что стало с телом что вы сделали с телом то оба драка я бы его осмотрел поздно мы похоронили беднягу несколько дней назад так ладно а где появился призрак покажете мне место где появился призрак идем вот видите о чем я и говорила идем подожди подожди толкаться что это медоносный призрак вот это такая примета у пасечников если дарами пчел плохо распоряжаются то приходит медоносный призрак он разбивает ульи и убивает чтобы никто не использовал этих благородных созданий так но особенно если поливать пчел на конкурентов не подписал недавно контракт с риданцами значит призрак из нильфгаарда так подожди 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 геральт геральт должен осмотреть место преступления вот смотри духи и клубника это же прям привлекает медоносных призраков но прям вот они тянутся сюда нильфгарский малинка ням 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 тянутся косяком так подожди и куда он ушел то а все понятно там был вход вот этот а это в сад очевидно да подвал с репы на геральт тебя обозвали подвалом с репы подумай несколько раз ух ты ж ух ты ж какая у вас тут красота подожди 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 геральт и прудик слушать сюда вы тут молодцы я растерялась куда идти подожди вот так будь здоров как карты играешь нет так подождите 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 это у вас что ах это улья а цветочки какие слушать и как красиво геральт сэлфи вереск я наверно селфи здесь не очень ладно давайте разговаривать на этом самом месте призрак убил батрака остались какие-то следы но ну давай смотреть геральт какие следы бог слушать это будет очень маленький ведьмак виду их бедоносного призрака здоровенные ноги он очень тяжелый слушайте но это дикая охота сто процентов только почему один улей из покрыты не холод должны быть убил чего с какого пиво покрыты не вот поняла должны быть и убил чем геральт это было необходимо но там сверху видно все да классно мы выглядим о как так ну ладно вот они эти лапы следы исчезают в воде от этой лужи которая притворяется озером почти ничего не осталось проверю другой берег может следы идут дальше у тебя однако и выражение лучше которая притворяется озером минус почему это вполне очень даже миленькое озерцо вон утопцы бегают вряд это утопцы давай поплавай в луже за вон и сундучок а вот и сундучок так но это явно не то что нам надо тут просто какая-то лодка перевернулась а нам нужны следы так на том берегу сказал геральт вот этот берег а или это где-то здесь кашля я ничего не вижу так там травка так они шли сюда может и действительно утопцы округ тут такой широкий что я вам скажу вот тут обыщимся окрестности озера просто окрестности ладно так ну ладно ладно гера давай смотреть внимательно вдруг это действительно утопцы вон там че-то это трава это трава то есть бум пойти по следам используя весьма чуть-чуть ёну я же пошла ах вот они вот они вот они вот они да так смотри там утопцы 18 уровня должны быть утопцы но скорее всего это не уничтожили хурии но утопцы не морозит улья геральт какие тут особо жесткие утопцы то между прочим утопцы сожрали оленя ладно так ну подожди утопцы а следы то мы уже потеряли не 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 вот 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 они куда они ведут если он не протиснется должен быть другой вход кто он не протиснется открыть подвал а так вот мы куда-то пришли какому-то заброшенному домику очень интересно они тут смотрите тут они что-то мастерили очевидно восстанавливали да так все это очень интересно и мы что и убили что ли здрасте так хорошо да классно у них тут хозяйство мне нравится хозяйственные низушки с кучей спирта ну прям мечта любой низушкин скай барышни принципе этот краснолюзский спирт я думаю что мы избыток его явно сможем продать если конечно вернемся живыми смотрите вон тут колодец есть нам туда не надо более того он засыпан так да 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 сколь веревочки не видится а кончику быть или как-то в этом роде говорит пословица нам надо с вами в подвал и где он есть вот он да ну что ж пошли о ее с геральта у меня есть ключ пожалуйста отец начал строить этот дом для дерни но нам не хватило денег с тех пор стройка стоит ах вот замечательное укрытие для того кто уничтожил вашу пасеку я войду а ты лучше возвращайся домой и запри покрепче двери неизвестно еще что я оттуда выпущу так геральт то есть то есть то есть так подожди давай кому сразу что-нибудь квин вот как же больше похож на гончего пса дикой охоты то что здесь сотва тебя догонит какая плотва плотва какая плотва подожди геральт плотву надо звать плотва ты бежишь медленнее чем ведьмак плотва плотва да что же ты за кабула такая иди сюда куда ты полезла отдохни нифига отдыхать куда нам теперь а во блин компот какая еще вонь это этот дикой охота пёс я на по моему на плотве мы этого дела не сделаю так плотва не бойся не бойся плотва нет все геральт а а ой-ой-ой-ой зараза сильный Субтитры сделал DimaTorzok Так, Веральт. Хотела уже добить его, не обращая внимания на все эти... Фух. Так, друзья, давайте-ка посмотрим, что у нас там теперь в рюкзаке. Явно на плотву опять повесили этот трофей-гончий, дополнительные травы. Не-не-не-не-не, нам нужны дополнительные золота. Так, ну что ж, плотва, ленивая кобыла. Зачем я тебе только седло покупала? А? А? Ну так, ну все, поехали. Скажем ребяткам, что дело сделано. Кого там утащили, подожди, давай-ка пойдем с теткой поговорим. Все, куры, что ли? Ты че тут материшься? Что случилось? Мало того, что война... О, Майн Год. Так еще и куры у меня пропадают. А кто же... Так одно с другом связано. Каких воров? Чудовища. У меня курочек похищают. Ой-ой-ой. Ну что ж, давайте займемся курями. Я могу этим заняться. Разумеется, не бесплатно. Но за твои годы я сделаю тебе скидку. Кирик. Это точно. Куры начали у меня пропадать с неделю-ка. И все по одной забирают гады. По одной? Интересно. Они оставили какие-нибудь следы и чудища эти? Отпечатки лап волчих. Но странные какие-то. Будто волки на двух ногах. О, не дай бог, это волколаг. Ну не то, что не дай бог, но... О, Штейгер, помник такой. Говорит, что напутала я. Только мой старик был на всю округу лучший браконьер. Так что лучше меня мало кто в следах разбирается. Внимай. Внимай. Внимай, я бы сам взглянул на следы. Да. Так, давайте-ка мы пока что поставим это задание. Уж поскольку мы тут... Давайте посмотрим, где тут эти следы. Вот, смотри-ка. Волчьи лапа. Все так. Хотя... Что ты здесь не сходится? Так, понятно. Бабульке только одни пустые бутылки. так бабулька давай-ка я тебя ну кури это у тебя еще много даже спирт есть смотри не так все плохо в этой жизни так но всем не менее давайте-ка посмотрим еще так следы пошли гера пошли по этим следам мы сегодня всю серию ходим по чьим-то следам но это не может же быть это самое смотрит следы волчьи рядом отпечатки маленьких но нет ни следа борьбы следы маленьких на а это какие-то детишки явно балуются да ну что вот сквозь воду это маленькие ноги называются ну я не сказала что это очень маленькие ноги о это солдат мы живыми не дадимся я ничего вам не сделаю зачем пришел тебя прислал тот капитан с черными усами я не знаю никакого капитана пришел я по следу монстров которые таскают кур столько шума из-за пары тощих курей это хозяйка их совсем не любила кричала на них и вид у нее как убить на вы их любили какими жаренными или вареными и что вы тут делаете вообще что вы делаете одни в лесу где ваши родители их солдаты схватили мы переходили реку но нас заметили мы не бежали но у тядьки и мамочки были мешки они нам велели бечь с той поры вы живете одни в лесу ну да здесь чего-нибудь найдем там чего-нибудь стащим ничего живем помаленьку а господи бедные детишки откуда волчьи следы то откуда взялись волчьи следы дядька как-то добыл волк и дал нам по лапе на счастье мы их под башмаками вязали ведь волки же крадотку правда да только по одной очень редко так ладно лучше поищите помощи вы живете тем что обкрадываете других это плохо кончится лучше попросите помощи это у кого же кому мы нужны и и трусь говорит что мы будем охотиться одеваться в звериные шкуры построим шалаш из листьев и никогда не вырастим средние больше всего похожи на правду берегите себя слушайте пропавший цыплята ничего нельзя сделать как-то помочь я действительно этим детям а я сегодня получил горбушку хлеба ой 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 елки с палками но я отдала тебе куклы если ты не сам не позволяет чужими раздавая вот так вот мама понятно так ну что ж надо все-таки сказать чтоб она забирала этих детей себе и ей будет не так одинокая и куры будут под присмотром не так ли я вот здесь мастик есть так тетка так жизнь ведьма да как как вот так нашел я воров то я нашел в лесу в атаку детей это они крали кур и что ж дети эти верхом на волках не было здесь никаких волков просто это очень ловкие дети если они хоть чуточку соображают пускай теперь держится подальше от моего курятника так тетка ты противная приюти их и они перестанут красть вот приюти их и они перестанут красть красть может и перестанут но кормить то их надо очень мне это нужно о какая мерзкая тетка ладно я подумаю ну вот подумаешь интересно слепо сказала они еще придут ну что угрожать может быть действительно они как-то найдут общий язык давайте будем думать что эта история будет иметь хэппи-энд более того смотрите это же прямо рядом с этим медовым царством рядом с пасеками так быстро да какая красота но надо же да геральт так ну чтож тогда мы переключаемся на задание опять медового призрака как это было без мяча задания так вот и где у нас там а да вот же в принципе вот это все прекрасно ваш медоносный призрак был гончим псом дикой охоты во имя вечного огня значит у дикой охоты даже гончие есть они или две назад я проснулся ночью и увидел как дикая охота мучить по небу должно быть пёс тогда и отстал вернуться он не смог вот и затаился на брошенной стройке это не возместит вам потери но хотя бы новых разрушений не будет спасибо спасибо ведьмак и все таки мастер это мастер ну а то чтоб вы делали вообще с этим призраком возвращаемся все работа закончена ну чтож нам дали наши кроны честно заработанная о мы можем метку набрать друзья и тут геральту поперла и тут нам повезло так но с другой стороны все тебе должен мешок шампиньонов за то что ты нам по можно можно деньгами потому что я не знаю что я буду делать с мешком шампиньонов лишь не буду на рынке стоять всем торговать смотрите-ка не сказали что хватит на сегодня но тем не менее продолжают работать ага я тебе помогу смотри вот раз все пока давайте-ка глянем о чем там делает пчел голыми руками значит он там собирает господи какие-то они тут все простые вши понятно здесь уже нечего брать да это тот самый замерзший улей очевидно с неба сюда это гончая и свалилась а это дерево рубит ну что стройка продолжается так что друзья отлично я считаю что мы сделали все очень классно единственное что я хочу по своему обыкновению тут побегать и все посмотреть да гляньте на меня гляньте на меня посмотрите какой красивый не так ли геральт в ромашках или это что это пижма или примула в общем что-то что-то очень медоносная так что у нас сарайчики сарайчик низушные как и сами низушки а это их усадьба да красота красота вот что значит работящие людишки так геральт а вот по примеру ассасина из unity ты можешь залезть на фонтан ну как-то может так друзья вот я сейчас в раздумьях заканчивать с нам или все-таки продолжить наверное у нас есть еще несколько минуточек на то чтобы посмотреть какие дальше задания нам с вами грозят нам говорят идите на скеллигин у нас келлигин естественно не пойдет не так ли давайте посмотрим что нам по уровню но кроме скеллиги какие у нас задания есть и так дополнительные распутывая клубок мастер броник и все такое прочее банда новиграда кстати она да это тесак ведьмачи заказы пока у нас из ведьмачьих заказов по нашему уровню ничего близкого нету да и вы мне писали огромное спасибо что пора искать улучшение школы грифона почему-то у меня прямо аж 2 а номер один до номер один давайте посмотрим где это волка кармор хим туда я попасть не могу ну давайте посмотрим где это глядишь может это где-то рядом мнение мне нужна карта нет нет это совсем не рядом это вовсе не рядом это бог знает где ах вот она как даже здесь и даже здесь так ладно тогда что мы делаем мы с вами отправляемся в новиград друзья в новиград прямо вот отсюда с этого фонтана геральт плотва надеюсь плотва поел у вкусных травок ароматных цветочков сладких до плотва поехали т 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 это то самое озеро которое притворяется лужи геральт слезь подожди вот мы здесь еще не разговаривали с подожди подожди вот да вот и поговорили алмазная пыль возможно это возможно это что-то очень и очень ценно давай 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 плотва давай такая ленивая к было и подожди да гляньте на меня давайте я поставлю метку сторону новиграда мы пойдем вот этим мостом соответственно сюда мы метку и поставим и может быть еще мы в этой серии успеем осмотреть что тут за вопросительный знак соответственно глядишь какой-нибудь еще заданется и выполним так все ребятки у вас было хорошо у вас было замечательно но мне пора накера так накер геральт давай все что ли странно обычно накеров бывает больше это мы уже дошли до той до того вопросительного знака как вы думаете нет конечно это нам куда-то вот туда куда-то ближе наверно там где так ладно геральт спрячь уже свою мечта сокровище под охраной хочется прям вызвать орла водная баба это ты долго думал прежде чем достать свой меч вот господи какие страсти руки оторванные ноги кукла кто-то сюда пришел ритуала понимаешь ли устраивать мы попал лапу водной бабе все понятно так а вот у нас еще кто-то с куклы магическое рецепт отличная двумеритовая бомба все очень неплохо еще одно кайло кстати одно кайло мы по моему так и таскаем в нашем рюкзаке до для этого аферца теперь она будет сколько флоринов пожалуй все очевидно какой-то ритуальный дуб тут у них был у народа водная баба воспользовалась так а ты что-то делаешь ты тоже краснолюд ты нашел вообще где камень ковырять вот это да да уж у вас тут везде как на войне особенно ваши выраженицы прячь меч геральт не пугай людей а я узнаю эти места это тот самый мостик по моему где мы с розочка тогда тут фехтовали понимаешь ли не так ли да и какие-то причал и полные друзья полные старых граблей так ну ладно дело в том что геральт конечно тут может вместе со мной долго мародюрить но наверное давайте-ка мы здесь на этом нашу серию завершим забравшись на бочку и встретимся с вами в следующий а геральт за кадром побегает по новограду распродаст все что только можно нужным так сказать купцам и займется хозяйственной частью а мы с вами увидимся в следующей серии где мы пойдем наверняка собирать все таки уже сет грифона поскольку наш 18 уровень не за горами и нам надо нашего геральта опять переодеть поскольку он уже обносился в этой ковтеночки поэтому заходите ко мне на канал подписывайтесь ставьте лайки комментируйте друзья огромнейшее спасибо всем кто посмотрел эту серию всего вам хорошего и пока 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 пока